Супер-ягода облепиха может быть вредной для здоровья. Прежде чем узнать полезные советы врача, диетолога, фитотерапевта, рекомендую подписаться на канал, поставить лайк на видео и сохранить видео в избранное. Масло облепихи часто используют для профилактики и лечения заболеваний полости рта, как противовоспалительное, ранозаживляющее, уменьшает кровоточивость десен. Одна чайная ложка масла облепихи удерживать во рту 10-15 минут. Сок ягод облепихи содержит больше витаминов и минералов, чем облепиховое масло. Но! Сок ягод облепихи рекомендую минимально необходимое время. Много органических кислот раздражают десна, разрушают зубную эмаль. Для профилактики рекомендую сразу ополоснуть рот теплой водой, либо использовать масло облепиховое. Облепиховое масло при заболеваниях пищевода, эзофагит, эрозийный эзофагит, рекомендую использовать часто. Обычно это одна чайная ложка принимать за полчаса до еды. Но! Такая рекомендация может нарушить работу поджелудочной железы. Поэтому доктор Скачко рекомендует использовать облепиховое масло при эзофагите, эрозивном эзофагите, разведенном в горячей воде, либо в настое семян льна. Проглатывать небольшими глотками с интервалом 20-30 секунд. Свежие ягоды облепихи будут раздражать пищевод, поэтому при эзофагите, эрозивном эзофагите, противопоказаны. Масло облепиховое как противовоспалительное используется при воспалительных заболеваниях желудка, как раз заживляющие при наличии эрозии, язв и даже при раке желудка. Чаще всего рекомендуют использовать по одной чайной ложке за 30 минут до еды. Но! Такая рекомендация может нарушить работу вашей поджелудочной железы. Поэтому диетолог-фитотерапевт рекомендует использовать облепиховое масло, разведенным в горячей воде, использовать прямо перед едой. Либо добавить масло облепихи в еду и использовать с едой. Либо добавить масло облепихи в настой семян льна и использовать за 10-15 минут до еды, проглотать маленькими порциями. Сок ягод облепихи улучшает способность желудка переварить пищу, поэтому может использоваться абсолютно здоровыми людьми, либо при наличии хронического гастрита со сниженной кислотностью вне обострения. Аналогично используйте масло облепиховое и сок ягод облепихи при гастрододонитах, язвенной болезни 12-перстной кишки. При хроническом панкаритите, дискинезии желудочного пузыря, холецистите, особенно калькулезном холецистите, никогда не используйте масло облепихи натощак, либо перед едой, а также свежие ягоды облепихи в любом виде. Это опасно для вашего здоровья и даже жизни. Масло облепиховое при заболеваниях поджелудочной железы желудочного пузыря можно использовать не больше, чем пол чайной ложки один раз в день во время еды. А сок облепихи или свежие ягоды облепихи только на десерт после плотной пищи. Масло облепихи при заболеваниях печени используется как желчегонное, епатопротектор, стимулирующий регенерацию печеночных клеток средства. Облепиховый сок при этом имеет меньшее значение. 36 лет врачебной практике и анализ ошибок моих пациентов помогли создать это полезное видео. Ситуации с вашим здоровьем могут меняться. Поэтому рекомендую сохранить это видео в избранном или в вашу историю. Чтобы вы и в будущем не совершили опасную ошибку и могли использовать для здоровья, использовать масло облепихи и сок ягод облепихи. И получили системные эффекты от применения облепихи. А именно повышение иммунитета против возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. Профилактика и лечение рака. Профилактика заболеваний сердца и сосудов. Самое опасное это атеросклероз сосудов. Профилактика и лечение сахарного диабета. Профилактика желчи и мочекаменной болезни. Ну и многие другие эффекты. Не говоря уже о косметическом эффекте улучшения состояния кожи, волос, ногтей. Появились или остались вопросы? Пишите в комментариях. Уже больше полезной информации для вашего здоровья. Подписка на мой канал в плейлистах сотни полезных видео. Если вам понравилось видео, лайк, поделиться с друзьями и пост в избранное вашу историю. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.